Приветствую вас на канале Райвика. Сегодня будем готовить очень полезный салат, который улучшает пищеварение, нормализует нашу кровь, приводит ее в норму. У кого анемия, вы сразу забудете про анемию, ваши тельца придут белые в норму, потому что салат мы будем готовить из красной свеклы. И прямо сейчас можете поставить лайк. Кто не подписан на канал, нажимайте кнопку подписаться и смотрим способ приготовления улетного салата из свеклы. Для начала почистите две свеклы. Рекомендую приготовить хотя бы одну перчатку, если вы хотите, чтобы ваши ручки сохранили свой натуральный цвет, а не цвет свеклы бордово-бордово-красный. Если вы боитесь порезаться, нож нам сейчас не нужен. Нам нужна терка и желательно терка для корейской морковки, которая трет в длину. Будем свеклу натирать на этой терке. После того, как мы натерли сырую свеклу, мы сюда добавим прямо в нее одну чайную ложечку сахара. Мы ее подсластим, чтобы свекла пустила свой сок. Перемешаем слегонца. Теперь берем сковороду и не добавляем сюда ни масла, ничего. Мы отправляем сюда свеклу. Мы накрываем крышкой и ставим сковороду на плиту. Ставим на плиту на самый медленный огонь. 30 минут и параллельно будем помешивать. То есть сейчас поставлю, через 5 минут нагреется сковорода и будем перемешивать периодически. Мы не будем жарить свеклу. Нам нужно, чтобы она как бы пропаривалась в своем собственном соку. Прошло где-то 20 минут времени. Я уже несколько раз перемешивала. И сейчас еще раз перемешаю. Минут 10 она еще чуть дотушится. И пока там у нас доходит до своей кондиции свекла, мы порежем лук. Его нужно почистить. Вы видите, у меня он уже чищенный. Я буду резать вот так соломкой. 30 минут времени прошло. Теперь в салатницу я отправляю свеклу. Прям горячую, протушенную свеклочку. Лук уже порезали. Свекла у нас размещена в салатнице. Нужно взять крышку и ее накрыть, чтобы она тут еще дальше продолжала себе томиться. А мы в это время идем к плите. Наливаем масло и разогреваем его в сковороде. В горячее масло мы отправляем лук. Лук нужно обжарить до золотистого цвета. Лук жарим на среднем огне. И когда он уже почти готов, мы его подсолим. Добавим чуть-чуть соли. Лучок обжарили. И теперь вот прямо с маслом совсем мы отправляем лук к свекле. Теперь нам нужно сюда выдавить лимонный сок. Если у вас нету лимона, а вам срочно приспичило делать этот салат, тогда воспользуйтесь любым винным уксусом, который у вас есть. Но если нету и винного укса, ну ладно, бог с ним, берите обычный 9% белый уксус. Но вкуснее с лимоном, либо с винным или яблочным уксусом. А я выдавлю сок лимона. Для заправки нам нужен бальзамический соус. Если у вас его нету, то его не заменить ничем. Им нужно пойти и купить, потому что очень вкусно получается именно с таким бальзамическим соусом. И теперь нам нужно перемешать лук со свеклой, чтобы они полностью вошли в реакцию. Перемешали и быстро накрыли снова крышкой, дабы не искушаться. Потому что нам нужно теперь взять грецкие орехи. Я взяла где-то 2 таких полных жмений. Ну, 2 свеклы, 2 лука, 2 жмений орехов. И их нужно измельчить не сильно мелко, не сильно крупно. Вот так, короче, буду их измельчать. Измельченные орехи мы отправляем в салат. А теперь нам понадобится зелень. У меня тут пучок кинзы. Вы, если не любите кинзу, берите пучок петрушки. И нужно измельчить, тоже порезать листики. Отправим и кинзу нашу в салатницу. Перемешать салат. Салат перемешали. Берете вилочку и пробуете его на вкус. На соль, сахар. Ну, вы догадались, я уже до этого пробовала. Салат очень вкусный. Дополнительно мы салат не солили. Достаточно было то, что мы подсолили лук. Салат очень вкусно есть именно теплым. Также он будет вкусным и холодным, если останется. Потому что он настолько полезный, вкусный, ароматный, аппетитный, что я сомневаюсь, что он у вас доживет до следующего дня. Приготовьте обязательно. И напишите потом в комментарии, как вам этот рецепт. Это вы сейчас можете сказать, да, что тут в этом салате такого. Но приготовьте именно так, как в этом рецепте. И вы увидите разницу между вареным, жареным, буряком. Разница колоссальная между тем, что мы его тушили. И в этот салат, если у вас есть гранат, можете добавить еще сюда зерна граната. Они прям украсят этот салат. У нас не сезон, я не могла найти нигде гранат. Поэтому достаточно и этих ингредиентов. Но с гранатом вы тоже не прогадаете. Поэтому кушайте, будьте здоровы, живите счастливо. Ставьте лайк этому видео. Кто не подписан на наш канал, жмите кнопку подписаться. Жду ваших комментариев. А с вами я, Райвика. Пока! Редактор субтитров А.Семкин